Мы должны точно знать для себя ответы на эти вопросы, для себя точно знать ответы на эти вопросы, для того чтобы наше движение к нашей заветной мечте было непрерывным. Мы сегодня будем говорить о боли. Что такое боль? Что такое боль Ратики? Что такое боль Кинкари? Что такое боль Мохана? Боль Бога. И как отличить животворяющую боль души от ущемлённости ложного эго? Есть ещё темы, которые внутри комментарии, но мы к ним, если мы до них доберёмся, то мы их тоже к ним прикоснёмся. There are other topics in this verse, but I don't know if we will have time. We can touch. Артаговинда, вы готовы? Тогда я маленькую медитацию сделаю перед тем, как вы начнёте. Мы будем медитировать на то, как Ратика бежит с закрытыми глазами. Как она ориентируется на звук флейты. Как Кинкари завязывают ей глаза, и Ратика бежит с завязанными глазами, чтобы ориентироваться в пространстве. Руководство есть только чувства. И так мы приступаем к чтению 22 стиха Радарасул Данитхи. И в этот раз я прочту санскрит, потому что сегодня он молитвенный и песенный. So, I'm going to start today's meeting and to read the verse number 22, Ширадарасул Данитхи. And I'm going to read Sanskrit 2, because it's very poetical and musical. And in the prayer mood. Ширадарасул Данитхи. О, Ширадарасул Данитхи, когда же я понесу твои лотосные стопы, которые содержат постоянный великий поток медового нектара, который течет из океана любви к обусловленным душам и который является богатством жизни Говинды на своей голове. Ширадарасул Данитхи. Ширадарасул Данитхи, когда же я понесу твои лотосные стопы, которые содержат постоянный великий поток медового нектара, который течет из океана любви к обусловленным душам и который является богатством жизни Говинды на своей голове. Ширадарасул Данитхи, когда же я принесу твои лотосные стопы, который содержит великий поток медового нектара, который растет из океана любви к обусловленным душам, и которые являются богатством жизни Говинды на моей голове. Здесь выражается желание стать ваханой Ширадарасул Данитхи. Мы знаем, что у разных божественных сущностей есть разные средства их доставки. Например, Гаруда — это вахана Вишна. Гаруда — это вахана Вишну. Хануман — это вахана Рамы. Хануман — это вахана Рамы. Хануман is the carrier, vahana, of Ramachandra. Здесь Кинкари. Кинкари выражает своё горячее стремление стать ваханой Раджикой. и нести ее на своей голове нести Радику на своей голове нести богатство жизни Говинды на своей голове и у этого есть причина у этого желания кинкари есть причина и это причина боли боль которую испытывают кинкари когда острые шипы пронзают лотосные стопы с вами эта боль для нее невыносима и она остановить остановить как остановить с вами для нее это боль несущественна для нее это боль несущественна а для кинкари она невыносима для кинкари даже не замечает этой боли а для кинкари для кинкари это боль невыносимо и кинкари servants feel intolerable distress when they think of how she must be hurting her tender feet on the way шрипада ты забыла о своем теле в экстазе поклонения кришне в этом экстазе стремления ты забыла о своем теле но мы твои бедные служанки сходим с ума когда думаем о том как твои стопы которые более нежны чем цветы шриша будут поранены на твоем пути на свидании с Кришной как может любящая служанка вытерпеть мысль какой скажем о ширадик Ты олицетворение сострадания. Поэтому, пожалуйста, будь сострадательна ко мне. И избавь меня от этой невыносимой боли. Боль, которая возникает от одной только мысли о том, что твои стопы могут пораниться. И у меня есть решение. Я сама со скоростью ветра понесу твои стопы на своей голове. Я, myself, I will carry your feet and I will run with the speed of the wind. Понесу их к твоей заветной мечте. I will carry your lotus feet towards your great dream, the greatest dream. Мне не сложно терпеть боль этих колютик. For me, it's not a big deal to tolerate this pain from sharp thorns. Я могу бежать по ним и не замечать этого. I'm able to run on these sharp thorns and even don't notice is... I will not feel any pain. Ratiq, 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 be sure I will not feel any pain. even if my foot soles will be pierced and the blood will come. For me, it will be okay. It will not be painful. But I become crazy, I become mad when I'm thinking that your good soul may be pierced by the stones. I will carry these feet that are millions of times dearer to me than my own life on my bed and bring you to your beloved Shamasundana. We can see the combination of pain. Here we can see not one pain but different pains together. The first pain is more I. The first pain which makes like the motive pain. The first pain is Shamas pain. Который подобен высохшему океану. He's like a dry ocean. И плачет на берегу Ratakonda. And he's crying sitting on the shore of Ratakonda. Плачет изнемогая от боли. He's crying overwhelmed with the pain. И всю свою боль он вкладывает в звук флейтый. And all his pain he is putting in his flute song. Призыв. He is calling. Будто жизнь покидает его. He is calling in such a way like it seems that life is going out from him. Будто это последний жизненный воздух исходит из него. It seems like the last life heirs are going out of him. Превращаясь в мелодию. And these life heirs become a melody. Несущую его боль. This melody is carrying his pain. And this very pain, his pain, невыносимо для Радзики. This pain is intolerable for Радзика. И она готова терпеть любую другую боль. So she can tolerate any other pain. but not this pain. Его боль для нее невыносима. His pain for her is intolerable. А для кинкари невыносимо страдания Шримати, которых она не замечает. And for kinkaris intolerable are sufferings of Радзика. That Radyka she is not experiencing housing. She is not noticing herself this suffering. And one thing can stop Radyka which is beautiful words of her herself. Otherwise Radyka will come to her beloved in a very miserable state with bleeding feet. Это разорвет его сердце. And this sight will tear apart his heart. Видение такой раптики разорвет ему сердце. To see his beloved in such a state will tear his heart apart. Поэтому в конечном итоге kinkeri заботится о счастье Mohana. So to say in general that kinkers are very concerned about Mohan's happiness. Они спасают ему жизнь. They are saving his life. Спасают жизнь Бога. we are saving God's life. Как это красиво. See how it is beautiful. Как спасти Богу жизнь. How to save God's life. Может ли Бог умереть. Can God die? die? Здесь мы видим эту линию, единую линию боли. Here we can see the one uninterrupted line of pain. И боль кинкари в данном случае играет одной из решающих ролей. And here the kinkari's pain is one of the most important pain. Playing the most important role. Она позволяет состояться. этой встречи. Interest pain allows this meeting to be fulfilled, to be completed. И тем самым спасти жизнь. Жизни. So they are able to save both lives of mothers. Потому что жизнь самой исходит из этой боли. Because of life of the life is taking its beginning from this pain. Здесь мы можем перейти к обсуждению. поделиться своими ощущениями. You can share your own feelings. Например, как эта боль проявляется в жизни. how this pain you experience in the life. Как мы можем увидеть эту животворяющую боль повсюду. how we are able to see this divine pain all around of us in our life. please feel free to share your thoughts and your emotions. Рады, рады. Можно я? Конечно, конечно. Мадар, удивительный спасибо большое. услышал, и оставил это маленькие моменты. Добавить краски в свою картику. Говинда говорит, что он хочет добавить какие-то цветы к этой картине. Как Говинда говорит, добавить какие-то цветы к картине. Это понимание в момент, что когда Кинкаре начинает первую момент я начну, что Кинкаре помнишь, как говорит Ананта «О, Радика, ты станешь милой, и не станешь чувствовать что-то Да, и вот я хотел подчеркнуть квалификацию наших гуру Дэвида, что они знают, знаете, как Дамадаш сказал, веревочки, инструменты, которыми можно воздействовать на Радсику. Они знают. So I want to stress upon the fact of how our Guru Манджири is skillful, because she has some things, some, how do you say, some special instruments, some special things to influence on Радсика. Да, и вот этот инструмент, это они напоминают, они же знают, что она безумна от него, она с ним, да, вот в какой-то своей параллельности. Да, и поэтому они знают, они напоминают с вами, нашей любимой, своей любимой Радсики. Так что это же стопы, ты для него несешь, ты для него, для него, а он так их любит. Ну так по-русски говорят. Это же не твои стопы, ты же для него несешь, ты порадишь, поэтому поставь на мою голову, на нашу голову, на мою голову. Так что, Кинкарис, они знают, что Радсика, она сейчас в ее inner, в ее inner self. Она в ее параллельности с ее любовью. То есть, они знают, что именно, что они знают, что сказать, чтобы максимально показать её из этого стопы, и чтобы сделать её более consciousness. Так что они говорят, о своих футсовах, что вообще, это не твои стопы. Они, 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 для ваших предоставок, для ваших предоставок. So you should not hurt them So you should put these feet On our head Да, и как говорит Ананта Дазбабаджи Для нас практически стадок Мы идем по этим стопам Старший Гурудеви Он говорит, что мы должны стоять за спинками Знаете, если наша Рат или Рупа возьмет стопы Прабадхананта, положит на голову Тело Ратки же надо держать То есть ей нужна наша помощь Мы как муравьи подползем туда и понесем Он будет стопы держать наши Гурудеви Мы будем смотреть эти медовые сладости Но нам надо, да И вот такой менталитет Что мы служим нашим Гурудеви Служим Ратки Это удивительно И я хочу сказать На очень важном моменте Что мы должны We should offer our service We will come and we will help her to carry Прабадханта Да, и вот основная мысль Да, вот моей вступления Дополнение смиренного, неумелого Это то, что Ратхи, наши Гурудеви Они ее выводят Возвращают сознание До нее какой-то посыл Да, вот их боли Либо их радости Это напоминает о Гавинде Что она Ты же для него Для него Помните, я рассказывал Я украшал Она говорит Не хочу бусы одевать Божества И вообще все падает Рвется и непонятно Я говорю, ну для него Он так любит Так красиво для него И она тогда все И все расфиксировалась Да, для него Вот это вот в этом Квалификация наших Гурудеви Вот это наш опыт То, к чему мы Чем мы дышим К чему мы идем Рады, Рады Спасибо Рады I was decorating my Takurjis once, Radhika she refused to put on the necklace because this necklace was broken and something like it. She didn't want and when Radha Govinda, he said that it's for Mohan, I'm offering, he will like it, then Radhika she accepted this necklace. Спасибо. Radha Govinda is inviting you to share some few words please. Radha, Radha. What can I say? I just relish the beautiful words of my dear Radha Govinda. always he described this Lila with so great passion make me feel very happy and relishing. So I can only say Radha, Radha because I cannot say thank you. thank you, thank you, thank you. I love you, Radha, Radha. Radha, Radha. Gavinda Bahini, давайте вы всегда переводите, поделитесь, наверняка у вас есть, есть. что боль, да. Поддержите вот эту тему, эту молитву, эту игру, рады-рады, либо своим чем-то. Ну, честно говоря, говоря про боль, мне я бы лучше послушала, может быть, вас, потому что у меня только это такие смутные какие-то внутри пока ощущения по этому поводу. И эта тема, я не так давно её осознала про то, помните, мы обсуждали колючки, они резиновые или не резиновые, у меня от ума, то есть я на уровне ума, мне нечем поделиться. Я сама только пытаюсь эту тему прочувствовать больше, и вы мне её открываете лучше, потому что до этого я концепциями, вот то, где я была раньше, да, моё окружение, то есть я то, что слышала, я это принимала, я это не проживала внутри, только благодаря вам я могу это начать проживать, и это процесс очень медленный, поэтому вот он, видимо, как-то накапливается, потом переваривается, усваивается, поэтому, к сожалению, я сейчас вот хочу, вот то, что в вайшнавах, да, наших, ну вот, что они сейчас почувствовали, что они, чем бы хотели поделиться. I'm saying that вайшнь, they invited me to speak something, but I'm saying that for me, it's, unfortunately, it's on the state of mind, because I had some conceptions about this pain, about this thorns, but I had no chance to, how to say, to leave, yes, in these feelings, I didn't have a chance, I just had some conception that, oh, it's not so painful for Radhika, because Vrindavana's forest, it's like everything very smooth, and these thorns, they're like from these rubber thorns, so I had this conception, so it's like it's not about, yes, it's not about human-like how to say, situation, so now I'm eagerly want to hear from Vaishnavas presenting here what you are feeling in this case of this Radhika's pain that I could improve my how to say, not understanding, but my heart, feelings. Дамадарджи. Да, дорогой. Попросите нам Дамай. Я слышал от неё про... Да, да, да. Она здесь? Да, она здесь. Да, ой, чудесно. Да, он она. Я слышал от неё про... Рады-рады. Сейчас мне надо ребёнок. Сейчас, сейчас. Рады-рады. Там ребёнок. It's a baby. Crying. Так, ну всё, могу говорить. Рады-рады. 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 Спасибо большое. Так вы классно говорили. Красиво. Очень тронуло сердце. Спасибо. Сейчас поделюсь. Мне кажется, знаете... Дамай, she's saying, she's saying thank you, and she's saying that all you have said was so beautiful, that I want to share too on this topic. Me кажется, что не только в Манджаеве переживают за стопы свамини и стопы Кришны, они также переживают за стопы друг друга по другу своих. Когда вечером на холме стоят две кинкари и высматривают где Мохан идёт, чтобы потом сообщить Радхарани. Одна в Манджаре смотрит на стопы другой кинкари, на её нежные лотосные стопы, которые стоят на острых камнях. Ей становится больно. она переживает подруга, что я могу сделать? Как я могу избавить этой боли? Она думает о том, что в ней больно и ей хочется избавить её также свою подругу Манджари. А той кинкари всё равно на себя. Она не чувствует боли. Она думает только о своём служении. Рады, рады. чудесно. Рады, рады. Рады, рады. 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 Кто ещё желает поделиться? Или кого-нибудь пригласить? поделиться? Или мы можем пригласить? Мы можем пригласить кого-нибудь? Или мы перейдём к следующему вопросу? поделиться? Да. Если вы не чувствуете что-то поделиться, то мы можем идти к следующему моменту на дальнейшее то я предлагаю к обсуждению исходящей из этого, из того, что мы сейчас обсуждаем, как отличить животворяющую боль нашей сварупы от ущемлённости ложного эго. И следующий вопрос, я хочу предложить вам это как отличить между жизнедеятельностью нашей сварупы и отличить жизнедеятельностью нашей души от этого ужасного pain of our эго. Зачастую случаются подмены. Очень часто мы можем видеть что есть с конфузой. Когда за духовные чувства выдаются сентименты исходящие из ложного эго. Мы можем видеть что есть с изменение когда эти материальные sentiments они идут как это spiritual . Как не обмануться. честнее по отношению с собой. Как быть honest with ourselves со своим настоящим. With our presence. как не перепутать временное явление от вечного. And how to not to be confused about what is temporary and what is forever. Какие у кого будут предложения? Maybe someone has ideas of method how to do it. Методы. Какие методы известны вам? What methods of this distinction do you know? Это очень важный вопрос, потому что от ответа от метода будет зависеть цель и приближение к цели. This topic is extremely important. because our progress and our attaining of our spiritual goal is totally depending on this understanding, proper understanding. потому что в одном случае мы отдаляемся от цели, а в другом случае приближаемся к ней. Because if we are confused, so we are going far away from our desired goal, and if we are right, so we are moving towards this goal very fast. Какие инструменты есть? Какими инструментами пользуетесь вы? Для различий. Да-да-да. What methods do you have how to divide this temporary from divine? Я предлагаю ещё немножко может быть расширить тему чуть-чуть. Давай. Добавить такой момент, как на волне эмоций, рождённой в этом мире, войти в духовную эмоцию. Это тоже вариант. Потому что это то, что есть. Да. Я приведу пример. Мне лично очень нравится зимой, когда идёт снег. Тепло, только начинают зажигаться фонарей. Я вспоминаю, что в этот момент Кришна возвращается в свою деревню с коровами, с друзьями. Мать Раддика поднимается на лунную башню. Радди Чаран в перевод. Радди Чаран на лунную тему, кришну, inspired by this world how they are helping us to connect with spiritual world and he is saying about his feelings when in the beginning of the winter when he is seeing how how lanterns began to lit and the snow is falling down so this image resembles him the time when Krishna is coming back from hurts and how Radhika is climbing up the moon tower Krishna горит внутри от жажды увидеть ей встретиться с ней взглядом in that time Krishna is burning inside from a desire to see her to meet that their eyes could meet together когда снег падает снежинки касаются лица они такие мягкие они охлаждают нежность when snowflakes they are falling down and they are landing on the face so it's like a cooling effect it's very tender for me for me it resembles how Radhika is kissing all of Krishna's face in order to cool off his burning of the separation то есть как не отвергать этот мир нети нети не отвергать те эмоции которые здесь но соединить их на волне этих эмоций прийти туда в рада Кришна лилу в служение мы можем испытывать в этом мире разлуку с дорогим нам человеком с другом например или любимым или любимой на этой волне эмоций мы можем вспомнить что рада Кришна тоже испытывают разлуку по нам мы им нужны они плачут по нам and on the wave of this feeling we could remember how Radhika and Mohan how they feel sorry in separation with us and how they are crying in the separation with us вот такое мое дополнение рады-рады рады-рады спасибо дорогой теперь я иначе на снежинки смотреть не могу это это удивительно теперь у меня изменилось это событие в моей жизни теперь я каждый раз когда снежинка будет падать на мое лицо я буду чувствовать как с вами целует Мохана это удивительно Дамодар he is saying that I am very grateful for you because now how to say it is really an occasion what has happened right now because now every time when snowflakes will touch my face I definitely I will feel and I will think about how Radhika is kissing all of Krishna's face это совершенно метод который предлагает Гуру Дэш now Гуру Дэва he is offering to us the most perfect method смотреть из центра to look from the very center смотреть из души нашей души to look from the soul of our souls смотреть на все глазами Radhika to look at everything with Radhika's eyes to hear with her ears and to touch with her senses to look to look То есть у меня было такое желание ей этот аромат предложить. И как бы вот я специально ходила и нюхала цветы для неё. Вот это моя личная такая, действительно внутри появилось сильное желание, именно вот такое вот, само собой. Поэтому это я, вот то, что вы говорите, я это прям, я понимаю, о чём вы говорите. And I'm sharing that now the Mudar Prabhu, he has said about how through our feelings we can offer this, we can connect this with Radhika's feelings. And I have this experience, this my tiny personal realization when we moved to another part of Russia where there are so many different and fragrant flowers on the streets and roses and many kinds of different flowers. So I had a natural desire to sniff these flowers and for Radhika. Like Radhika is taking this aroma, so for her. So now it's like my habit to do this when I'm sniffing anything. So it's for her. And it was my, how to say, desire to do this. Да, это животарящая боль души. Yes, it is like giving pain of our soul. Потому что когда мы вспоминаем о Radhika, мы чувствуем боль и разлуки с ней. Because every time we are remembering Radhika, we are feeling pain of separation from her. И это боль и разлуки ведет нас к встрече. And this pain of separation is leading us towards meeting. Дарует нам надежду на то, что однажды мы увидим ее. And it is giving the hope that once we will definitely meet this difference. И она обнимет нас. And she will hug us. И будет целовать наши счеты. And she will kiss our cheeks. И они будут охлаждать наши разгоряченные тела. И они будут охлаждаться наши разгоряченные тела. Это боль. Это сладкая боль. Это боль, без которой невозможно жить. We cannot live without this pain. Поэтому она животворящая. That's why we are calling her life essential. Life giving pain. У нас еще боль мохана есть, которую мы не обсуждали. Она в стихе явлена. Тоже в комментариях есть. Можно так. Если кто-нибудь хочет сказать что-нибудь еще, то следующее, куда мы перейдем, это боль мохана. Рады, рады. В этом веке и в этом комментарии тоже есть боль мохана. Мы не触лились на этот вопрос. Но сейчас я хочу, чтобы вы поделитесь о том, что вы чувствуете о том, о том, о том, о том, о том, о том, о том. Как Шри-Мати Радыка плачет в разлуке ночью. В Кунжи она ждет своего возлюбленного, но он не пришел. Она просто плачет. И для Манжари, для ее служанки, это нестерпимо. Слушайте, плачет Шри-Мати Радыка. И хотя она маленькая, нежная, Манжари, маленькая, нежная, она отправляется в темный лес, одна найти заблудившегося мохана. Ей страшно, но нестерпимо боль ее свамини. И она идет. И она находит недалеко, заблудившегося мохана, который сидит на земле. Он не просто заблудился, он заблудился в своих представлениях. Он сидит и рисует что-то там рукой на земле и говорит, она меня не любит. Он почему-то разверился. Она его начинает убеждать. Ты чего такое говоришь? Она рядом плачет в разлуке с тобой. Ты говоришь, что она не любит. Вот боль мохана стала болью с сомнием. Она так горько плакала, рыдала. Не потому, что это ей нужно, а потому, что ей нестерпимо боль ее возлюбленного. Потому, что его сердце в ее сердце, у них одно сердце на двоих. И одно сердце с Манжари. Поэтому это нестерпимо боль такой. Если один чувствует боль, все чувствуют боль. Он говорит, что она нестерпимо. Он говорит, что она нестерпимо. Она нестерпимо. Потому, что она нестерпимо. Потому, что она нестерпимо. Она нестерпимо. Она нестерпимо. Она нестерпимо. И, наконец, она нестерпимо. И, наконец, она нестерпимо. В его conceпции. Он сидит на границе. И он говорит, что Радика не любит меня. Она не любит меня. И в great пылье, он же кричит. И он потерялся в его любовь. И Кинкери, она начинает convince его. Нет, это не правда. Радика есть здесь. И она кричит в great пылье. Потому, что она не была с ней. И она приводит Мохан к ней. И их объединяет. Анадамай появился. Она может добавить деталей. Сама рассказать это. Или что-то добавить на эту тему. Анадамай. Да, радуюсь я. Когда Кришна узнаёт от Манжари, что Радхарани ждёт его, он устремляется к своей возлюбленной. когда Кришна, когда он слышит от этой тендерной Манжари, что Радика, она любит его, он сразу же rushing immediately to... Ну, простите, не знаю, что ещё добавить. Я хотела просто ответить на вопрос, как различить. И у меня по милости с вами есть какое-то постоянное чувство довольна она мной или недовольна. И так я могу различать поступки, например. и я